В Каире сегодня хоронили силовиков. Несколько десятков полицейских погибли накануне в пригороде египетской столицы. Все они участвовали в операции по задержанию боевиков ИГИЛ. Почему все закончилось таким количеством жертв, расскажет Сергей Ослендер. Количество жертв огромное. Арабская пресса на все лады обсуждает подробности побоища. Исламским боевикам, как выяснилось, удалось заманить полицейских в засаду. Когда конвой правоохранителей оказался в центре жилого квартала в Гизе, это дальний пригород Каира, террористы с крыш домов открыли шквальный огонь из пулеметов и гранатомета. В первые полчаса полицейские вели бой в полном окружении, пока к месту не подоспело подкрепление. Поначалу сообщалось о 15 погибших сотрудниках, но позднее выяснилось, что погибли 58 силовиков. Среди них даже бригадный генерал полиции. Убитые 16 боевиков. Боевиков. Обстановка в столице, да и вообще в Египте явно накаляется. ИГИЛ предпринимает попытки проникнуть в эту страну и завербовать там максимум сторонников. Дают понять, что они будут продолжать свою деятельность и в арабских странах, и на территории Европы, и США. Имеется в виду, конечно же, не создание халифата как такового. Этот этап жизни, видимо, закончился. А продолжение деструктивной террористической деятельности с тем, чтобы продвигать свои цели. Египет уже несколько лет ведет с террористами настоящую войну. Основные боевые действия сосредоточены на Синайском полуострове. Используют тяжелое оружие, и танки, и артиллерию, и даже авиацию. Нередко в боевых действиях принимают участие израильские самолеты, которые наносят удары по позициям боевиков. А разведка сообщает египтянам о передвижениях террористов. Но последние не собираются сворачивать свою деятельность. И периодически наносят по египетским военным удары. Последний из них — это нападение на армейский блокпост в районе города Эль-Ариш. Тогда погибли шестеро военных. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.